И к другим поездкам, только более приземленным, казахстанские автовладельцы страдают от некорректно установленных дорожных знаков. Результаты проверок опубликовали европейские эксперты. Причем на такие дорожные беспорядки жалуются как водителям, так и пешеходам. Мой коллега Асхат Ниязов расскажет о самых опасных участках на дорогах страны. Знак трехполосного движения на двухполосной дороге не только запутывает водителей Актау, но и приводит к многочисленным ДТП. Еще одна местная особенность – большая часть светофора в городе закрыта опорами электропередач и знаками. Вот и получается, не помощник водителю, а настоящий вредитель порядка на дорогах. Бывает и не замечает, да. Вечно с аварией летит кто-то неопытный, допустим. А там, по-главному, идет под зеленый, он не видит светофора. Один из пешеходных переходов в столице Казахстана. Посмотрите, дорожная разметка здесь присутствует, но никаких опознавательных знаков, что это пешеходный переход, нет. Получается, при первой же метели разметку занесет и с вами может произойти все, что угодно. Но такая ситуация на дорогах страны скорее правило, чем исключение. И порой невозможно понять логику тех, кто наносил разметку и устанавливал знаки. Например, этот пешеходный переход в Караганде прозвали «зеброй» для зебр. Мол, чтобы перейти дорогу, надо еще перепрыгнуть бетонное препятствие. А чтобы безопасно попасть на другую сторону в этом случае, нужно преодолеть ров. Эти фотографии эксперт специализированной международной организации Аллан Рос собирал по всему Казахстану. Член комиссии Тросека в нашу страну приехал по приглашению. В Казахстане выясняют причины роста аварий, а европейские эксперты готовят свои рекомендации. Не всегда здесь вина государства. У вас хорошие эксперты, хорошие инженеры. И на фотографиях, которые вы видели, специалистами давались рекомендации при строительстве. Но они не были учтены. Это надо исправлять. Мы знаем, что сейчас готовятся поправки в ваше законодательство, касающееся дорожного движения. Для этого мы здесь. Мы знаем, как помочь. Казахстану необходимо провести аудит безопасности дорожного движения. Причем, как предполагают международные эксперты, проверки должны стать постоянными, чтобы точно знать, почему вдруг пошла вверх кривая аварийности в стране. Еще одно предложение – снизить скорость движения в городах до 50 км в час. Подобные правила сейчас действуют практически по всей Европе. После принятия таких стандартов в Эстонии, например, смертность при ДТП снизилась наполовину, а в Латвии – на 68%. Для справки, в Казахстане ежегодно на дорогах погибают почти 3000 человек. Асхат Ниязов, Гульмира Абишева, Женебек Даулитбек. Итоги дня.